Прежде всего спасибо, что освоили новый завод. Напомню с точки зрения президента историю. Известно, где мы находились. Ясно, что нас не устраивало расположение завода в то время. Не только потому, что это фактически в центре города, и что надо было там реализовывать инвестиционный проект, но еще и потому, что взлетно-посадочная полоса, она нас там не удовлетворяла. Ну, это же не место для такого завода. Там было принято решение о переносе этого предприятия сюда. Но если вы думаете, что это все так было просто, вы ошибаетесь. Я просто с позиции президента хочу вам напомнить, что много было предложений. То есть все остальные предложения были на уничтожение этого завода. Он нам не нужен. Мы ремонтируем какое-то старье, которое скоро летать не будет. Меня убеждали, что это не надо. Я вроде бы и согласился, но задал тем людям, которые уносили предложение, один вопрос. А что будем делать с людьми? Нет, нет, не просто людьми, которых надо занять. Конечно, мы заняли бы полтысячи человек, это не проблема. Это высококвалифицированные люди, то есть вы. Такие люди очень дорого стоят. Что мы будем с ними делать? Они куда пойдут? Ответа не было. Поэтому было принято мною решение о переносе того завода, выносить из белорусской столицы и размещению здесь. Вы понимаете, часто, не часто я летаю здесь, особенно по первой нашей старой полосе, и все время смотрел на эту стройку. Многие были наказаны за торможение строительства, но в конце концов мы построили этот завод. Я бы его даже не назвал заводом. К этому надо относиться как к началу. Это вот мы сделали первый шаг в этом направлении. Мы будем делать все для того, чтобы направление ремонта и обслуживания, а может быть, создание, строительство своих самолетов, мы это будем продвигать. И у нас две такие крупные площадки. В Барановичах военный завод и здесь гражданский. Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и поддерживать. Если там что-то будут для вас сделать, для гражданских, я тоже поддерживаю это. Но создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль, если я успею, начать это при своей жизни президентской. Если удастся нам развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Моя, значит, мечта новая может сбыться. Потому что когда-то я уже вам открыл, я вам сказал, я мечтал о том, чтобы мы производили свой легковой автомобиль. Его начинать производить самим очень сложно. Долго мы разговаривали со многими, мы китайцы согласились, и мы в этом году произведем 60 тысяч автомобилей, известных вам, очень хорошо себя зарекомендовавших. Вот у меня есть такая шальная мысль по углублению производства, производства, скажем так, гражданских самолетов. Мы освоили ремонт, техническое обслуживание освоили, претензий практически к вам нет со стороны заказчиков. Будем двигаться дальше. До посещения завода и доклада директора нашего я не думал, что вы так развернулись. Просто молодцы. Главное, что вы нашли свои ниши, но это не окончательно. Вы научились делать не только то, что вы делали там, на старом заводе, но и много нового. Вы занимаетесь импортозамещением, поэтому я вам искренне говорю, не послушаю то, что я к вам приехал. Вы просто молодцы. Я вам за это очень благодарен. Будем в этом направлении двигаться. Вот главное, что я хотел сказать вам, посещая этот завод. Просто я взлетал, садился в нашем аэропорту, все время смотрел на этот завод и думал, ну мне уже пора туда приехать, посмотреть, как выполнено поручение. Вы его выполнили. Нередкие случаи, но и немного таких случаев, когда высокотехнологичное предприятие вот так работает. Всех виновных изучить и представить государственным наградам. Дальше будем развиваться. Вот у нас на очереди железная дорога, подходь сюда, чтобы мы с центра Минска поблизости там забирали людей и электричкой привозили сюда. Я думаю, что в ближайшее время мы осуществим этот план. Во-вторых, вы поменьше обращайте внимание на то давление, которое осуществляется со стороны этого бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, Белавия. Ну и, может быть, вы где-то что-то почувствовали. Мы найдем выход из любой ситуации. И в беде свои предприятия не оставим. Когда-то, когда после ранаэр бешенство это началось, я своему пилоту самолету сказал, ты передай ребятам, что мы в беде их не оставим. И ты мне говори при очередной поездке, полете, что надо сделать. Он мне до самолета докладывал. Мы принимали решение. Поэтому в беде мы никого не оставим. Мир, как я сказал, взаимозависим. И только безумцы могут разрушить эту зависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, прежде всего. Поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас.